Анатолий Бибилов дал поручение министерствам и ведомствам проработать все вопросы в случае необходимости введения чрезвычайной ситуации. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий и принять все меры для того, чтобы максимально обезопасить наших граждан». Особое внимание глава государства уделил вопросу роста цен. Многие предприниматели пользуются ситуацией и завышают стоимость на продукты первой необходимости и медикаменты. «Даю поручение еще раз Министерству внутренних дел, Генеральной прокуратуре. Хватит уже предупреждать наших предприимчивых предприимателей по росту цен. Пора переходить к жестким мерам, к наказаниям. И никакие послабления, никакая жалость, никакое понимание. Просьбы не должны вас заставлять принимать другие решения. Есть такие предприниматели, которые хотят поймать рыбку в этой мутной воде». В постановлении правительства есть также пункт, касающийся освобождения от арендной платы объектов государственного имущества. Президент отдельно подчеркнул, что эта норма должна касаться и субарендаторов. «Освободить арендаторов объектов государственного имущества от обязанности уплаты арендной платы за приют действия ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением. Здесь бы я хотел обратить внимание, Геннадий Борисович, чтобы те люди, которые эти государственные объекты взяли в аренду и сдали их в субаренду, чтобы они чётко понимали, что люди, взявшие в субаренду эти помещения, должны быть освобождены от арендной платы как раз теми людьми, которые их взяли в аренду». Президент заявил о необходимости расширения полномочий правительства в борьбе с коронавирусом. Кроме этого, на заседании обсудили вопрос, касающийся принятия дополнительных мер по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции и в первую очередь ограничить пересечение граждан через пункт пропуска Нижний Заромак, то есть запретить любые передвижения из Южной Осетии. «Разрешается пересечение границы гражданам Республики Южной Осетия, возвращающихся в Республику Южной Осетии. Такие граждане подлежат обязательной самоизоляции в порядке, предусмотренном постановлением правительства Республики Южной Осетия от 27 марта 2020 года». Номер 13. Водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки. Должностных лиц, направляющихся в служебные командировки. Здесь бы хотел обратиться к министрам, руководителям, ведомств, комитетам, чтобы они максимально ограничили передвижение своих сотрудников в служебные командировки. Я встречался с командиром 4-й российской базы. У них есть внутренние решения, по которым отменяются все выезды за пределы Республики Южной Осетии. И ещё комплекс мер, которые дают нам уверенность в том, что военнослужащие и члены их семей не будут двигаться туда-обратно через пункт пропуска. Анатолий Бибилов также поручил Министерству чрезвычайных ситуаций обеспечить дезинфекцию автотранспортных средств, въезжающих в республику через многосторонний пункт пропуска Нижний Заромак-Рук. Президент отметил, что многие ошибочно уверены в том, что на территорию нашей республики эта инфекция не проберётся, а это зависит от каждого из нас. Не покидать дома без острой необходимости, не выезжать за пределы Южной Осети и избегать места массового скопления людей. Есть люди, которые сегодня обращаются о возврате детей, которые учатся в военных училищах, в школах МВД, в других учебных заведениях, в военных, военизированных. Эти родители почему-то думают только о том, что вот сын будет находиться рядом. И ни в коем случае они думают о том, что их ребёнок может подхватить эту болезнь на вокзале, в самолёте, в поезде, в дороге. Они почему-то это игнорируют. Это глубоко ошибочно. Те люди, которые учатся в военных или военизированных организациях, они довольно-таки обезопасены там на местах.